Добрый вечер. Тема такая, касающаяся бездомных. Из всего видится той ситуации, поскольку мы поселили человека, дали ему договор находиться в этом домике, о котором я не раз рассказывал, в городе Клайпиде на улице Щилдном и 5. То есть этот участок, в котором дом и хозпостройка. В доме три квартиры разным хозяевам принадлежат, а хозпостройка моему товарищу принадлежит, в которой пользуюсь я. Это мастерский гараж большой и делаю там мотоцикл. А уже где в другом месте, там где раньше жили люди до этого, перед тем, как он купил. Мы дали, чтобы кто-то как бы смотрел за зданием, и чтобы здание, говорится, не пустовало, поскольку нам все ограничивают и не дают ничего, значит там делал, то заезд не дают до сих пор, да. Мы обращаемся в полицию, ничего не решается. Там он установлен на дорогу, ничего не можем сделать. То есть уже обжалуем, обжалуем постоянно. Значит, как вот этот бездомный Марс, он такой известный, значит, в городе, поскольку о нем писало много раз СМИ. И там он в августе где-то поселился, вот так вот, ну мы договор дали. И у меня зимой замерзала фекальная труба. Ну мы с Марсом решили, давай мы, так как ты будешь тут чаще находиться, значит, раскопаем, проверим, что там как. И вот совпало так, что как он там заселился, значит эту трубу, ну так получается. Ее забили полностью, вот, а труба проходит через соседей дом. То есть фекальная труба, она как бы общая. И когда мы стали разбираться, в чем дело, откопали, у нас по бумагам все совпадает, то дошло до мэра и было такое собрание там у вице-мэра, по поручению мэра, что ну разберитесь с людьми. Они вообще, Клайпецкая вода, это общество, она вообще не идет на диалог никакой. Но поскольку тут такое собрание, они прошли с папками и так далее. Они говорят, знаете, а вот в десятом году там кто-то отказался. Как отказался? В регистру центра, когда человек покупает имущество, там указано, что вот здание его, значит, и трубопровод ему принадлежит. Номер, все это есть. Потом выясняется, что вот от этой линии, именно его, которая линия, кто-то когда-то из прошлых резервов отказался. Ну как отказался, если оно есть указано в имуществе? Как оно может быть есть, а его нет? Мы откопали, трубы есть, документы есть. Когда потребовали, покажите, кто отказался, когда, не хотят ничего отвечать. Ответили, что вы не являетесь абонентом. Так мы не хотим быть абонентом, как и все люди. То есть вот человек вот бездомного поселили, да, и что происходит? Получается. Но это еще ничего такого, говорится. Самая инерция, я его сейчас будет, что расскажу. Мы, конечно, смотрим, чтобы он там придерживался порядка. Но все равно, кого там, значит, кого могли, тому дали угол. Ну а что? Что пустует? Ну не можем, пока ничего сделать. Какое-то время не можем. Вот дали ему, значит, угол там. Мы писали в самоуправлении, что вот мы можем дать людям, вот пока мы не можем, у нас такой вопрос по зданию, мы там не докончили что-то. Мы можем дать человеку время нажить. Вот на год дали ему. Ну, чтобы в самоуправлении как-то участвовало. И таких вот есть много зданий, которые люди или не живут, или кто, ну, пустует, кто-то бы там был. Если бы кто-то вот там присматривал, какой-то контроливал за этим. Ну, вот этих бездомных есть. И есть такие, которые непроблематичные. Вот Марс, он не проблематичный совершенно. То есть, ну, да, может быть, странности есть у человека. Ну и что здесь такого? Я ходил, как был, вот, значит, общественным помощником, типа, по дата парламента. Мы ходили перед выбором по, значит, квартирам, по домам в Клапецком районе. Ну, видели мы все люди, как живут. Разных этих есть людей. И что тут, ну, в общем, смысл сейчас, что приходят, значит, сегодня Марс мне говорит, что пришли из самоуправления и говорят ему, что ты тут жить не имеешь права. Слушайте, да у нас мэр Неринги живет. Там у него половина здания, как считается, гаражей, половина жилое. Паланги много сделано, хост-постройки гаражей. Такие, ну, как хостелы. Да, в Паланге, курортный город. В йодках и в гаражах тоже живут там, да? То есть, что в хост-постройках, причем в хост-постройке написано, что там комната отдыха, что там, значит, коридор, что там санитарный узел. Все это в проекте есть. Если человек какое-то время побудет, это что, проблема? Ну, регистрируется он там не может. И притом до этого жили люди. И приходит так, наезжает на этого бездомного. То есть, пусть человек лучше замерзает, чтобы ему руки, конечности, значит, обрезали. Таких примеров есть. Пусть лучше помрет на холоде. То есть, вместо того, что в самоуправлении они там что-то дают, типа, ты должен ходить целый день где-то гулять, а ночью переспать ты можешь. Ну, как в тюрьме, вот, в конуре. То есть, понимаете, разных есть судей людей и других. То есть, и когда мы, ну, дали там, да, и другие могли бы дать, так что происходит? Приходят и говорят, ты здесь жить не можешь. В общем, я пойду к мэру. Я пойду к мэру и... И просто... Может, с Марсом пойду, может, пока один пойду. Ну, то есть, когда такая ситуация, получается, что, во-первых, элементарная вещь, когда у людей был и туалет, и там, и трубы проведены, мы не можем решить, нам не отвечают. Просто-напросто не отвечают. Как сформировать иск в суде? А суд – это крайняя мера. Суд – это крайняя мера. Должно быть общение между учреждением государственным и гражданином, которого нет, которого только как бы в принудительном порядке их собрали, и тогда они что-то стали говорить, то, что мы не знали, оказывается. А когда мы потребовали... Ну, так вы покажите, кто там оказался от этой магистральной линии. Когда она у нас есть. Она у нас есть, значит, на документах, что это и собственность мы хотим быть абонентами, поскольку, ну, работал, санитарный узел, все было там. Колодец есть, есть гидрофор, есть все. Они ничего не отвечают. То есть, это надо через суд запрашивать какие-то ответы. Если не будет хватать, что еще ответы? А суд хочет больше дел разобрать, и то есть, там идет все в таком конвейерном порядке. То есть, вы представляете, что творится? Помимо того, что эти соседи, являющиеся строительной компанией, и акционерами, и да, они три дома в старом городе снесли. Ну, три или один, или два разбираются. То есть, статьи прошли, и замолчало все. То есть, вот с этими людьми конфликт. И когда бездомный лучше пусть замерзнет, и помрет, чем ему кто-то даст угол. И жалобы идут. Вы представляете, мы там раскопали, мы там все, что у нас, мы вывезли уже три машины, прицепа, и плюс грузовик металла. Вот мы все это делаем. И при том, что мы там раскопали, вот на этом участке, это прошлые хозяева, которые вот, у которых вот, которых вот эти вот есть, соседний, да, вместо того, чтобы, ну, землей засыпать, вот территорию, допустим, да, так там строительный мусор свезли. А поновек засыпали вот там, чуть-чуть земли немножко. Когда мы это все раскопали, мы стали, плиты, силикатные блоки, там и мусора, и мешки, мы все это сортировали. И они на нас сейчас пишут жалобу, кто там, ну, разъясняем, кто. Ну, из этих. Что у нас там, так мы это все раскопали, совсем не наше, то, что было. Чтобы к трубам подойти. И теперь на нас пишут жалобу, что у нас там, так мы это все сортируем совсем, надо сорвать тех, которые это сделали. То есть, это нонсенс. Это будет все равно какой-то логический выход. Это будет логический финал. Потому что, ну, всему есть предел. И я пойду к мэру и буду говорить насчет того, что происходит. Да, может, я бы очень эмоционально поговорю. Потому что людям не доходит. Что приходят моменты, черта, когда все начинается по-другому. И очень резко по-другому. Потому что, когда жизнь человека не стоит ничего, то есть, пусть лучше помрет в караме, где-нибудь замерзнет. Но там не самоуправление. Кто-то дал ему угол, там пусть будет. Так к нему туда приходят, и говорят, что ты тут не имеешь права жить. Так как тут вот хозпостройка, и так далее, и так далее. И я не знаю, вот ему он мне сегодня говорил, что приходилось самоуправление. Я буду разбираться, кто-то приходилось. Самоуправление или откуда. Вы представляете, что творится? Помимо того, что полиция на наши жалобы вообще не реагирует. Абсолютно. Какие-то отписки. Человек покупает дом, у него там есть коммуникация, и так далее, и так далее. Выясняется, что там какие-то препятствия. Так это мошенничество. Автомобиль продадут с какими-то фальшивыми документами или что-то не то. Так уголовное дело. Или там что-то не так в этом есть. Там, ну, автомобили. Что-то вот не так. Скрыли что-то. Уже тут есть уголовное дело. Ничего не хотят делать. Заезд установлен, дорога установлена. Не пропускают. Само просто. Не дело не возбуждают. Кабель украли. Ничего не делается. Ну, к мэру, генеральному комиссару и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, потом надо будет написать письмо президенту. Потому что есть такие вот вещи, которые... Ну, не можешь ты в судах годами быть по каждому эпизоду. Но это невозможно. Здесь, наверное, на то есть уголовные статьи, где это все обуслабливают. Что это, это, это называется такая статья. Составляющие, факторы. Допустим, уголовные статьи. Вообще ничего не хотят делать. То есть, порчу коммуникации не заводят. Нормально. Кабель электрический, который был там украден с 14-го года. Ничего не выясняют. Потом заезд, самоправство, уголовные дела, даже административные, не заводят. Человеку дали угол. Приходят, говорит, бездомному, ну, в этом доме. Приходят, говорят, жалобы везде вокруг идут. Человеку приходят и говорят, что он тут жить, значит, не может. И не может. Он что, они что, хозяева этого дома, что ли? Как можно так? Человек сейчас сидит, волнуется. Приехал, он там выпил, сидит, волнуется. Очень... Ну, представьте. Он там, не видел, дом какой-то возле реки там построенный. Много лет он там был. И вот там выгнали и так далее, и так далее. Ну, так, как свой. Выгнали самоправление. Ну, ладно, мы вот, он в нашем тут районе. Марс, значит. Зовут его. Ну, далее вот ему. И что происходит? Это просто, это просто античеловечно уже. Это просто переходит все границы. Просто переходит все границы. Ну, вот такой рассказ. Пойду к мэру. Ну, и подготовлю, значит, тоже генеральному комиссару. Ну, это просто задевает меня как гражданина. Просто вот, когда... Ну, одно дело меня там касается. Я... Когда... Я с этим Марсом, как бы, контакт имею. Ну, он там на втором этаже. У меня большинские. Ну, когда ты видишь, что человек, вот... То есть взгляд. Что лучше помри ты там. Лучше там руки-ноги от хода обрежут. Но будем ходить и мешать там тем, кто ему дал угол, чтобы он там был. И приходят и говорят, что ты тут, значит, жить не имеешься. Они хозяева или кто там? Я вот... Это ихний дом, что ли, или как? Ну, вот такие эмоции. Пойду к мэру Гурубля, вот, скажу, украл клайпеды. Приду, дам бумагу какую-то, заранее на прием там напишусь, потом приду, эту копию дам, что вот записался, можно там несколько минут сказать. И тогда я ему скажу. Потому что это уже достало. До свидания. Сообщим. После похода. Вот такая клайпеда. Ну, много где такое похожее, но надо людям говорить, освещать. А почему на русском? Ну, аудитория больше. Ну, так есть. Такова реальность. Аудитория больше. Скажи на литовском. Ну, кто? Скажи на английском тоже. А в этом географическом, значит, диапазоне, ну, все равно русские знают. А мне, говорит, два-три видео делать, ну, это тоже чтобы еще так же само сказал. Жизнь, она не такая длинная. Ну, в общем, вот так вот. Всем удачи. Сообщим. Пусть бездомные тоже имеют право на жизнь. Поможем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok